Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Некрос, и сегодня я поведаю вам о том, кто же такой Немезис и для чего он был создан, а главное кем. Его второе имя – Преследователь. Он является экспериментальным образцом разумного тирана, который был создан европейским подразделением Амбрелла во Франции, под непосредственным контролем штаб-квартиры Амбрелла. Целью проекта было показать, что биоорганическое оружие, созданное с помощью Т-вируса, имеет возможность сохранить большую часть интеллекта, вследствие чего способны выполнять конкретные приказы и распоряжения. Изначально Немезис был создан европейским отделением корпорации Амбрелла, как ответвление американской программы Тиран, с акцентом на повышение интеллекта носителя и способности выполнять поставленные приказы, без нанесения ущерба врожденной физической мощи самого тирана. Прорыв в проекте произошел в момент создания НЕ-альфа-паразита, способного брать под контроль мозг носителя, а самому выступать в качестве второго мозга, заменяя теперь уже ненужный мозг хозяина. Немезиса в первую очередь характеризует огромная физическая сила и выносливость, а также сравнительно высокий уровень интеллекта. В отличие от различных моделей тиранов, предшествовавших ему, Немезис способен эффективно использовать огнестрельное, в том числе и тяжелое оружие, для достижения поставленных целей. Он также демонстрирует способности к рациональному мышлению, сбив, например, спасательный вертолет, тем самым загнав Джилл Валентайн в ловушку. Иногда даже можно услышать его речь, хотя это всегда лишь одно слово «старс». В отличие от остальных тиранов, у Немезиса нет гигантских мутировавших когтей, вместо них он полагается на свою мощь, ракетницу и щупальца. Главной целью Немезиса является устранение выживших членов отряда Старс. Поэтому он будет игнорировать любые другие потенциальные цели, пока кто-либо из оперативников Старс находится поблизости. Исключениями в данном случае будут являться лишь прямые угрозы и препятствия к цели. Как и прошлые версии тиранов, Немезис демонстрирует чрезвычайно мощное телосложение, а также способность прорвать любое препятствие на своем пути, обогнать любого человека и прыгать на невероятные высоты. Наряду с тираном Талос, Немезис является, пожалуй, самым стойким биоорганическим оружием из когда-либо созданных Амбрелла, легко переносящим повреждения от стрелкового оружия и получая урон лишь от взрывчатых веществ. Только крупнейшие промышленные образцы вооружения способны нанести существу серьезный ущерб. Тело Немезиса покрывает целая сеть щупалец, и она сильна настолько, что может без проблем разорвать тело человека, а кроме того способна инфицировать жертв усиленным Т-вирусом. Также Немезис вооружен особой ракетницей, с помощью которой он устраняет автомобили и транспортные средства, а также потенциальные цели. Это оружие было разработано специально для Немезиса, поэтому обычный человек не в силах его даже поднять. Особый плащ, который носит монстр, является пуленепробиваемым и взрывостойким. У Немезиса на самом деле отсутствуют какие-либо серьезные слабости, даже обработка кислотой не смогла его остановить. Но стоит заметить, что урон, который он понес от кислоты, сильно сказался на его интеллекте и подвижности, чем обрек на провал поставленную Немезису задачу. Итак, как мы уже знаем, корпорация Амбрелла использовала Немезиса в ходе инцидента в Раккун-Сити для уничтожения выживших членов отряда Старс, которые были проблемой для корпорации еще со времен первого происшествия в особняке. Первой жертвой Немезиса стал пилот вертолета Брэд Виккерс, которого монстр загнал в угол у полицейского участка Раккун-Сити, а затем мгновенно убил, пронзив голову Виккерса щупальцем на глазах у ошарашенной Джилл Валентайн. После этого монстр стал охотиться на Джилл. У Немезиса есть одна особенность, которая присуща, в принципе, всем тиранам. Если Немезис получает слишком много урона, он начинает бесконтрольно мутировать. И чем больше он мутирует, тем меньше начинает походить на человекоподобное существо. В конце игры Resident Evil 3 Немезис начинает мутировать настолько сильно, что становится почти непобедимым. Джилл Валентайн все-таки удается его победить с помощью огромной мощной пушки, которая называется Рельсатрон. Преследователем Немезиса называют не просто так. Обычно в играх Resident Evil можно было спокойно убежать от зомби, отдалившись от них на несколько локаций. Но вот с Немезисом не все так просто. Если Джилл отбегает от Немезиса слишком далеко, он появляется откуда ни возьмись и продолжает атаку. И даже если ей удается его оглушить, то это временный эффект. Через какое-то время Немезис снова оживет и вновь будет преследовать Джилл. На этом, уважаемые господа, завершается история Немезиса. Если вам было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А также напишите в комментариях, о ком бы вы хотели еще послушать историю. Всем хорошего настроения и всем пока!